По информации полицейских, 7 августа в 21 час 40 минут две девушки переходили проезжую часть Советского проспекта по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не уступил им дорогу и совершил наезд. В результате одна девушка была доставлена в приемное отделение ЦРБ в состоянии шока. Другая от полученных травм скачалась на месте до приезда бригады скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело. По ст. 264 УКФ будет проводиться проведка следственными органами ОМВД и уже по результату будет принято процессуальное решение. Водитель легковушки получил водительские права в апреле этого года. По предварительной информации, в момент смертельного столкновения он нарушил скоростной режим, не успел вовремя среагировать на дорожную ситуацию и затормозить. На месте ДТП сотрудники технадзора проверили техническое состояние автомобиля. В ходе осмотра автомобиля было выявлено, что на автомобиле нанесена цветная пленка на передних боковых стеклах, которая не соответствовала техническому регламенту. Также на лобовом стекле данного автомобиля была установлена полоса, которая превышала допустимые размеры, то есть была установлена полоса более 14 сантиметров. Нанесение тонировочной пленки вполне могло повлиять на видимость проезжей части для водителя. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями в городе и районе будут проводиться массовые проверки для измерения светопропускаемости автомобильных стекол. Еще одно ДТП произошло накануне на границе с Нюксинским районом. Столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили в Великоустевском отделе ГИБДД, водитель ВАЗа седьмой модели совершил выезд на встречную полосу, где по касательной задел автомобиль Хино, после чего в лобовую влетел Форд Транзит. В результате аварии пассажир отечественной легковушки с травмами доставлен в Великоустевскую ЦРБ. Водитель «семерки» погиб на месте. От удара ВАЗ сильно искорежило. Тело погибшего спасатели извлекли с помощью гидравлического инструмента. Еще одно ДТП, к счастью, на сей раз без погибших, произошло в Великоустевском районе 2 августа. Только за последние три месяца в Великоустевском районе произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 35 человек и 4 человека погибло. Сотрудники ГИБДД не перестают напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения. Это касается и водителей, и пешеходов. Алена Белозерцева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».